Всем здорова, всем привет ребята! С вами Серега, я на пасеке. Сегодня у нас такой замечательный денек, солнечный, солнышко светит, температура где-то плюс 2-3 градуса. И сегодня я вам покажу, как лучше всего утеплять в улье лежаки средней семейки. То есть, какой на мое личное усмотрение самый лучший способ по утеплению. Потому что все-таки улей своеобразный, на селедку похожий такой, он у нас горизонтальный, и в нем больше всего отражается утепление, то есть правильное расположение утеплителя. И мы это сегодня разберем, как бы логически я вам расскажу со своей точки зрения. Ну и еще как бы зацепим тему по рамкам, то есть, и очень тоже такое распространенное мнение среди пчеловодов ходит. То есть, один ряд пчеловодов говорит о том, что рамки можно ставить в улье на период зимовалого времени. А второй ряд пчеловодов утверждает, что их лучше убрать. То есть, почему лучше убрать? Потому что может произойти смещение пчелиного клуба на эти пустые рамки, на эту пустую сушь. Но мы, как бы, ребят, с вами в предыдущем ролике разбирали, я вам уже рассказывал, почему происходит смещение клуба. Потому что есть какой-то внешний раздражитель, который влияет на этот процесс, влияет на то, что пчелы смещаются. То есть, таким образом пчелы пытаются уйти от проблемы, они уходят с кормовых рамок, уходят на пустые рамки. И так же это отражается и в осенний период, когда пчелы слетают. А когда они уже слететь не могут, то есть, придавили морозы, придавили холода, и пчелы просто уже не в состоянии слететь. Они просто смещаются на посторонние рамки и, как я и сказал, таким образом пытаются уйти от проблемы. Так что, как-то так. И, ребят, давайте-ка я вам покажу, как я утепляю средние семейки. И, как бы, еще разберем, как я утепляю относительно, ну, как бы, хорошие семьи, да, которые в зиму идут. Как правильно это все делать? Вот у нас улей, вот у нас лежит утеплитель, лежит мешок под утеплителем. Это такая вот ворса, ткань, короче, для половая тряпка. Она очень хорошо держит тепло и благоприятно влияет на зимовалый период семей. И начнем мы, ребят, с рамок суши. То есть, видите, я как, я, вернее, один из тех пчеловодов, который старается хранить сушь в ульях. Так, рамки не поддаются оплесневению, они обветриваются, сушь прекрасно хранится, моль их не терроризирует, короче, и они прекрасно зимуют. Ну, если, конечно, не заберется мыша, если не заберется мыша, потому что если мыша заберется, то будет хана, ну, только в единице ульях она забирается. То есть, если, опять же, пчеловод на пасеке, у пчеловода, вернее, на пасеке не будет сухой травы, то будет все нормально, потому что мыши, они вьют гнезда в сухой траве, а потом могут перебраться, когда морозы более лучше придавят, могут перебраться из сухой травы, зимовать к вам в улья, то есть, садятся поверх гнезда, который уже собран, и вьют, вот тут гнезда вьют, и таким образом зимуют. Значит, ребят, как видите, у меня вот такая вот семейка, здесь она относительно средняя, эта семейка, лежит мешок, как я и показал, и плотный утеплитель. Утеплитель касается дна. Почему я так сделал? Это самый лучший и надежный способ, если семейка идет в зиму средняя. Делается это для того, чтобы тепло не расходилось по всему улью, чтобы то тепло, которое выделяет члена семья, оно концентрировалось в одном месте и не выветривалось, не расходилось по всему улью, чтобы пчелам не было напряг. Вот такая вот семейка. Вот так вот они сидят на шести рамочках. Средняя семейка. Ну, такие вот пошли в зиму. Тоже вот, ребят, рассказывал я в предыдущих роликах, что даже при всех условностях обрабатываешь всех пчел одинаково бипином, ложишь всем пчелам одинаково полоски, стараешься как-то выравнивать, уравнивать пасеку, стабилизировать это все дело. И все равно все пчелиные семьи... То есть мы останавливаемся на том, что все манипуляции проводятся одинаково со всеми пчелиными семьями. И все равно все пчелиные семьи идут в зиму по-разному. То есть одни на шести, другие на восьми, третьи, на десяти рамках. Вот такая вот ситуация. Поэтому, как бы, тоже тема касается по выручке, да, там пчеловоды снимать, сколько можно меда получить с одной пчельной семьи. Никогда ты не угадаешь, никогда. Так само и зимовка тоже. Это, как ходит тоже такое мнение среди пчеловодов, естественный отбор. Это правильное мнение, это естественный отбор. И если пчелиная семья не набирает пчелы в зиму, опираясь на те операции, что проводятся они со всеми одинаково, значит, с ней что-то не так. И от нее, как бы, лучше ее там соединить с какой-то пчелиной семьей и сделать так, чтобы... Ну, упор только на хорошие, на качественные пчелиные семьи. И уже, как бы, в следующем сезоне занимать те улья, с которых вы взяли эти семейки, которые не набрали пчелы, обновлять эти улья новыми отводками и таким образом сбалансировать, балансировать и балансировать свои пчельные семьи. Ну, короче, такие вот дела. Значит, не суть. Значит, ребят, вот по той причине, что у нас пчелинная семья идет средняя, и по той причине, что у нас улья горизонтальный, мы ложим утеплитель, ложим мешок, ложим плотный утеплитель и таким образом, чтобы он касался верхних рамок и вплоть переходил до дна улья. Таким образом, мы сохраняем тепло и делаем комфортный зимовалый период для средней семьи. Если семья идет сильная в зиму, тогда утеплитель мы ложим только вот так, вот наверх, наверх ложим, чтобы он не касался дна. Поняли, ребят? Вот такие вот дела. То есть, если утеплитель, господи, если семья хорошая, там 8 плюс рамок, мешок и сверху утеплитель, но, ребят, так как семья идет сильная, обязательно для доступа кислорода даже вот тут крающик нужно подвернуть, вот так вот подвернуть и утеплителем прижать, для того, чтобы все-таки, опираясь на тот факт, что семья сильно идет, чтобы кислород лучше заходил сюда, потому что все-таки семья сильная и нужно ей больше. Ну, вот мы разбирали, да, там в предыдущих роликах и про вентиляцию я вам рассказывал, что к сильной семье такой подход, такая вентиляция, и к слабой семье другая вентиляция. Значит, следующий нюанс, следующий нюанс. Если семья идет средняя, у вас, мы разобрались, как правильно ложить утепление, чтобы оно касалось дна, днища улья, литки отсюда закрываете полностью. То есть у вас открыт нижний литок на сантиметр и верхний литок также открыт. Все, этого более чем достаточно. Почему пчелы, вот тоже тема, которая касается, что пчелиные семьи смещаются, уходят с кормовых рамок, уходят на сушь. Почему? Сквозняк может повлиять, ребят, особенно это больше всего отражается в лежаках. То есть пчелиные семьи, больше всего, ну, больше всего процент смещения пчелиного клуба, которое бывает тоже, ну, как бы достаточно редко, но все-таки бывает. бывает и больше всего оно отражается в лежаках. Это из-за того, что улей горизонтальный и сквозняк задувает. То есть пчела сформирована с одной стороны, а сквозняк задувает следков, которые, ну, расположены с другой стороны, с левой. С левой стороны. И, в частности, во многих случаях бывает, что пчеловод при весеннем осмотре проводит осмотр и видит, что посторонние литки запрополисованы. То есть пчела пыталась таким образом спастись от сквозняков, чтобы сквозняки ей не задували вуглей. Поэтому обязательно закрывайте эти литки, чтобы сквозняк не задувал на пчелиное гнездо. Так что как-то так. Ну, это как бы дополнительный такой, дополнительная благоприятная среда. То есть вы создаете. Мы как бы утеплели, да, положили утеплитель, но как бы бонусом еще закрыли литки, чтобы уже наверняка не было никаких посторонних сквозняков. Вот таким образом, ребят, вы утепляете пчел в лежаке. То есть вот это вот самый лучший способ в лежаке утеплять. Ложить утеплитель так, чтобы он не только сверху лежал, но и касался днища улья. Чтобы концентрировать, чтобы пчелиная семья была сконцентрирована у вас на одном месте и прекрасная зимовала в зиму. Так что такие дела, ребят. Все, всем пока, всем удачи и хорошего вам зимовалого периода.